что это у нас сельдереевый суп берем лучок и мелко его режем я когда смотрел этот мастер шеф и никогда не мог выговорить слова сиди сиди и рей не казалось таким она сложно сиди рей это корень да вот тут походных условиях надо делать все аккуратненько почему потому что если упадет придется мыть а воды у нас с тобой сейчас нет в этом плане я думал аккуратненько с сельдереем потому что какой-то нежный продукт это хорошо теперь нам выделили вот такую маленькую терочку мы попробуем помощи этой маленькой тюрпским берите вот эту большую морковку если этого у тебя которая меньше ты знаешь что в возвращении ну чего не сделаешь ради искусства я бы конечно порезала быстрее но раз мы уже начали тереть морковку она забивается поэтому ты просила компакт чем можно я почищу тереть морковку а ты попытаешься потереть значит пока женька трет морковку мы чистим сельдерей так вот это вот что это называется вот это корень сельдерей вот мы его почистили так пошли сразу перенесемся в солнышко видишь солнце взойдет солом когда надо резать она будет но но он разварится или будет иметь плод конечно мы его сначала пассируем не этот самый не торопит на швыбе если бы сейчас юрчик разжег мы бы сейчас уже пассировали лучок и резали к нему морковочку а пассировали это в смысле обжаривали да а а а а а а а а а 10 раз Суп без мяса? Интересно Непривычная Я снял процесс пассирования Теперь мы просто чистим и режем картошку Чем ее меньше порежем, тем она быстрее свалится После того, как мы порежем картошку, ее можно будет Бросить к нашим пассированным овощам и залить водой Чтобы это все закипело и прокипело 5 минут Классно Но это еще не все Потом еще будут два секретных ингредиента Я так полагаю, сыр и еще что-то Да, сыр и... И еще что-то, оставим это на потом Без проблем И сказать, чтобы они это все бросили в кастрюлю И добавили в кастрюлю 3 литра воды 3 литра? Да Хорошо Ну, потому что объем овощей и картошки тоже имеет значение Нам же нужен суп на восьмерых И чтобы он был в 6 литровом казане А специи будут? Конечно Выливайте, да? Да И еще сколько же воды? Выборно Ротезианское А вы же солили? Ну я еще чуть перед тем когда же Ну и лук Ну надо будет еще, наверное Всем хватит Да, я тебе о чем говорю Некоторые вещи, которые уже выходят из строя Но вот хочется оставить А мне кажется, на газу было бы быстрее Мне тоже так кажется Не на газу, а на бензин Так а что водой не включили? Что за приправа? Блюдо с картофли? Да О, тепленькое Махалай-махалай А я выделю на сутку Молодец, вы думаете? Вы будете, да? Ну конечно, на улице Тут столовский дух Непременно надо 3 раза соль Добавлять в суп Это вам становится вкуснее Все, теперь нам надо дождаться Пока оно закипит И чтобы прокипело 5 минут А вторую приправу потом, да? Нет, вторую приправу не надо Они у меня просто вместе лежали в куличках Мне надо засечь 5 минут Переконверсировать Что в мобильную версию началось Что-то это 5 минут? В смысле кувыркаться? Я поняла, что мне не хочется пострелить И не надо ничего Ну, уже хорошо Сыр уже почти расплавился Расплавился Время уже почти дошло Это было, наверное, просто Хитрить заключается в том Что сыпать надо очень аккуратно Чтобы не было композа В городах и селах Сыпьте кашу По чуть-чуть Я пишу Пахнет палочками Кукурузными, да? Так это они и есть Не, ну тут группа 7 злаков В идеале, да, конечно Лучше кукурузное Чисто кукурузное Аж палочек захотелось Кукурузные Слышишь? А сколько сыпать надо? Сыпать Ну я контролирую Густоту Ну просто я на восьмерых не готовлю Субтитры сделал DimaTorzok